смотрите какой вид подъезжаю каньюну чулышман и вот такие горы красота горы правого берега чулышмана и вот сверху вот оттуда по каньону чулышман начинается далеко-далеко серпантин спускаться дорога Катуэрык ну смотри завтра мы еще здесь послезавтра мы поедем да по обратной стороне может быть по дороге еще опять иначе будет ну да ну они едут на все каньон каньон чулышмана дорога серпантин том ущелье там водопад 40 метровый вот первый ущелье 40 метровый ну здесь вот напротив стоянки маленький водопад мы сейчас по этой дороге поедем да с ума сойти может нам отказаться вон прошла сель видно сель прошла показываю вам там вон сель видно прошла вон вон скорее всего проезда нету сейчас посмотрим но машины едут ну посмотрим сейчас выйдем на другую сторону скалки вот база Катуэрык внизу напротив водопад красивый ну сейчас дождей больше поэтому водопад пошумнее так вот вот нам по каньону в ту сторону ехать спустимся когда вниз ну там наверху небольшие снежники видно там за гребнем еще выше гольцы просто ближние закрывают и дымка такая а здесь какая высота здесь не знаю но каньон вот эта глубина отсюда 800 метров по дороге спускаться по дороге спускаться по дороге спускаться по дороге спустимся кому нравится каньон ставьте лайки пишите отзывы в красное загорелось? да говори начинаем спуск каньон Катуэрык по дороге 3,5 полный километр занимает спуск по дорогам по дороге в Такие виражи тут. В одну колею, блин, машина едет. Да давай, давай, там она остановилась, 4-е место. Вот она ту пропускает, ага, дорога. Такие машины не рады едутся. Ладно. Кому же выпустить. Такой поворот и снова уходим вниз. Такой поворот. Военная дорога. Главное, чтобы ничего не шлепывалось сверху. О, лавинка сошла. Машина едет что ли? Да. В дождь здесь не может подняться. Их тащит. О, лавинка сошла. О, лавинка сошла. Здесь через промежутки едут, друг за другом не едут. Экстремальная дорога продолжается. Мы на каком уровне? Уровневая дорога. Глубина каньона 800 метров, откуда начали. Продолжительность 3,5 километра. Романия головы. Др Tenemos мое 3,5 километра. Свеча. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Домики, речка Чудо шмалые Там водопад Видишь, как размывает дорогу? Покажи Вот стрелочка стоит, флажок, ее надо подсыпать дорогу, обвалилась Субтитры делал DimaTorzok Аккуратно Суданский каскад называется Этот порог я проходил с Петровичем И не раз Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Красота Красота Субтитры делал DimaTorzok 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 Вверху еще видно маленький Продолжение следует... Погнали дальше! Итак, показываю, куда мы доехали. Спустились мы в каньон Чулышмана. Последний раз я был здесь 10 лет назад с Петровичем. Нет, наверное, больше 11 лет назад. А может даже еще больше. Мы сплавлялись по Чулышману. И вот здесь останавливались. Было вот одно вот это здание, которое вот перед нами. Которое я вам показываю. Вот это. Ну не здание, как бы сказать. Типа юрты, что-то такое. Больше на этой базе ничего не было. Вот этих домиков, вот сколько здесь понастроено. Ничего. А там уже еще одна база следом за забором стоит. И база, не доезжая, еще одна база вот за тополями. База. Хозяйка этой базы, Александра, женщина, заведует этой базой. Вот мы тоже остановились. На одну ночь нам надо всего переночевать. Люди тут приехали, живут по полмесяца. Ну нравится им. Но мы приехали на одну ночь. Потому что завтра у нас такой план. Я сбегаю, значит, вот в этот каньон, который я вам показываю. Учар. Там водопад Учар. Сниму на видео, постараюсь сделать, как получится. И попробую сбегать еще вон туда, на грибы. Вон в тот каньончик, который я показываю сейчас. Вот. Каменные грибы. Если все удачно, то значит, удачно получится. Сниму. Ну и завтра хотим отсюда стартануть обратно до той дороги серпантина. Вернуться и там переночевать. Чтобы с утра пораньше в этот серпантин подняться. потому как время поджимает, все надо делать быстро. Ну вот. Что сниму? Посмотрите, что получится. сейчас покажу наш домик. Он недорогой. Домики здесь без электричества. Свет дают только с 8 до 12 ночи. Все. Розеток нет, только лампочки. потому что слабенький дизелек, наверное. ну вот такая база. Домики разные, в разную цену. Самые дешевые тысячи. Вот самые дешевые я вам показываю. Палатку, если просто хотите в палатку поставить, стоит за место 250 рублей палатку. Заезжаете на машине, ставите палатку и все. Платите 250 рублей. Вот это наш домик. Маленький. Показываю домик, какой изнутри. Веранда такая. Так, готовим на газовой горелке. Здесь помимо того, что у нас плиточка есть, я еще газовую горелочку брал. Такую, что я в машине возить-то несложно. Ну и вот такая комнатка. Две кровати. Ну, столик это я привез в машине. Два стульчика привез со столом. Вот кровать. Ковры так, так уютненько. Все. Окошечко. Такое. Там машина наша грязная на дороге. Ну, все нормально. Сейчас поставлю пауэрбанк. Заряжу аккумулятор для камеры. И завтра стартану один. Потому что надо быстро. Люди говорят, туда как минимум четыре часа идти. Но я не помню, мы с Петровичем ходили, сколько мы потратили время. Что-то я не помню. но постараюсь побыстрее, чтобы завтра уже стартануть другое место. Хочется как можно больше посмотреть. Ну, ладно. Пока все. Вот речка Чулышман. Вода большая. Из-за дождей. Ну, не такая грязная, как Катунь. Катунь. Горох грызем. Горы вот такие. Катунь. 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 Продолжение следует...